Школьный год Новинки оперативные без спойлеров Также там вы сможете увидеть различные топы, подборки и тематические видео Которые смогут рассказать вам много интересного про ваши любимые фильмы Ну а мы начинаем С вами канал Обивая Би Пи Эм Поехали Гон Флад Этот исполнитель всем полюбился своим ярким и позитивным образом И во многом Саша соответствует тому стилю, который он сам себе придумал Двоечником его никак нельзя назвать Когда Саше исполнилось 6 лет, родители развились И мать, забрав сына, переехала в подмосковный ПГТ Тучкова Жизнь в маленьком рабочем поселке была серой и однообразной Жители еле сводили концы с концами Основным развлечением были застолья с водкой, которые нередко заканчивались подожовщиной Мать с утра до вечера пропадала на заводе Поэтому Саше рано пришлось стать самостоятельным Мальчику не составляло труда убрать в квартире и приготовить ужин К тому же он хорошо учился Занимался в музыкальной школе по классу гитары и очень любил читать Особенно ему нравились трактаты средневековых философов В которых подросток находил ответы на многие интересующие вопросы В 11-м году Александр окончил школу и поступил в Московский автодорожный университет Парень учился хорошо и старался не пропускать занятия, чтобы получать стипендию Но все равно денег не хватало Поэтому Саше приходилось подрабатывать продавцом, менеджером и даже кладовщиком Так или иначе институт он окончил и теперь имеет востребованную специальность, хотя по ней и не работает ОДЖИБУДА Этого исполнителя наоборот нельзя назвать примерным учеником На это конечно повлияли непростые годы его ранней биографии Ведь ему пришлось рано переехать жить в другую страну В Венгрию Мы поселились все в одном районе Наши родители друг с другом продолжали поддерживать близкие отношения Так что мы там не потерялись Из рассказа певца о начале жизни в чужой стране Про то, ходил ли там Гриша в детский садик, никакой информации нет Но точно известно, что он пошел в среднюю школу при российском посольстве в Будапеште Еще один фрагмент из его интервью Мы, те кто приехал из России, старались держаться вместе и венгры нас не рисковали трогать Говорили, проходите, проходите ребятки, мы против вас ничего не имеем В офисе подростки из Тимени не сбились в банду и не наводили ужас на остальных школьников Они просто своей солидарностью одноклассников внушали уважение Гриша рассказывал также Не в обиду венграм, я с самого детства чувствовал себя на несколько шагов впереди них В школе Григорий Ляхов не то, чтобы был отъявленным двоечником Особо от учебы не фанател, по его собственным словам Но неоценки были главной проблемой мальчика в русской школе при посольстве России в Венгрии А слишком независимое поведение Мама часто из-за меня переживала, даже плакала Так он откровенно говорил в видеорассказе о себе на ютуб канале студия 21 Как раз в этой школе будущий рэпер Алджи Будо познакомился с самым близким в его жизни другом С Фёдором Инсаровым, впоследствии известным под ником Федук ЛСП У ЛСП никогда не было образа плохого парня, который многое пережил на улицах Возможно, потому что Олегу это попросту не нужно Несмотря на то, что его ранние годы жизни выдались вполне стандартными Он смог стать крутым музыкантом, и ему есть что рассказать всему миру Олег Вадимович Савченко родился 10 июля 1989 года в Витебске Родители Савченко – журналисты Практически с самого детства Савченко был уверен, что станет артистом Это казалось невозможным, но на уровне подсознания я был чётко уверен, что всё выгорит, вспоминает Олег Некоторое время он осваивал игру на фотопиано, но в какой-то момент на первое место встало увлечение поэзией После окончания школы, где он учился на 4 и 5, Савченко поступил в Минский государственный лингвистический университет И получил диплом по специальности лингвист-преподаватель Студенческие годы были отмечены финансовыми проблемами Он жил на 100-150 долларов в месяц, но не бросал увлечения музыкой И всё в итоге получилось Слава КПСС По трекам и баттлам Вячеслава можно понять, что он очень начитанный и образованный молодой человек Однако это совершенно не говорит о том, что в школьные годы Гнойнал был прилежным учеником Вячеслав родился 9 мая 90-го года в Хабаровске, в семье, где уже подрастала дочь Дарья В раннем возрасте увлекался рисованием, а затем в мультипликации Играл в уличный футбол, что, конечно, мешало учёбе Мальчик вместе с друзьями создавал поздравительные видеоролики и распространял их в коммерческих целях Позднее юноша занялся продажей CD-дисков с литературой по психологии Молодая команда предпринимателей во главе с Карелином Занималась разработкой тестов по психологии, которые с успехом распространялись среди покупателей В 2007 году, после окончания школы, Вячеслав стал студентом Хабаровского института Инфокоммуникации факультета IT-технологий Юноша часто пропускал лекции, вёл свободный образ жизни Попадал в отделение полиции за мелкое хулиганство До 2012 года увлекался панком, был участником движения, проходил обряд инициации Моргенштерн Наверное, трудно себе представить, что Алишер, который залетает в топы чартов при помощи не самых глубокомысленных текстов На самом деле был очень ответственным учеником и неплохо сдал экзамены В 16 лет Алишер по собственному признанию страдал от запоев и пил водку каждый день Ничего более интересного в жизни, кроме как пойти и напиться Несмотря на это, Моргенштерн ухитрился окончить школу на хорошо и отлично и успешно сдать ЕГЭ А затем поступить в Башкирский государственный педагогический институт Правда, позже его отчислили из института за неподобающее поведение Но это уже совсем другая история Кизару Олег Нечапаренко не был сильно заинтересован в учебе В момент, когда он учился в школе, у его семьи был не самый простой период Он рос в довольно обеспеченной семье Однако в один момент для молодого человека наступает черная полоса На его маму вешают долг в 6 миллионов евро Чтобы его погасить семье, приходится продать все дорогое имущество Переехать с 4-комнатной квартиры и начать жить более скромно Олег уже не мог себе позволить все, чего захочется А большинство старых товарищей прекратили с ним общение У парня был вариант поступить в весьма престижный университет На факультет международных отношений С помощью семейных связей Однако молодой человек хотел как можно скорее вернуться к богатой жизни Поэтому начинает торговать запрещенными психотропными веществами с 16 лет Первую свою сделку совершил в 7-8 классе Продав знакомым чай Ахмат под видом марихуаны Также парень признался, что как-то попался со своими товарищами Правоохранительным органом А чтобы не сесть в места не столь отдаленные Милиции была заплачена взятка в размере 300 тысяч рублей Конечно, когда в жизни появились наркотики, места для учебы не осталось совсем Окси Мирон У Мирона довольно богатый опыт обучения Он успел сменить не одну школу в нескольких европейских странах Ныне известный рэпер выходец из обычной интеллигентной семьи Отец Мирона был профессором физики, а мать библиотекарем Первые 4 года он учился в ленинградской школе номер 185 После чего ему отцу предложили место в одном из университетов Германии И семья перебралась в немецкий городок Рутеншайт Оказавшемуся в чужой среде без знания немецкого языка Мирону было сложно В престижной школе имени Марии Вехтлер, где он учился Его унижали одноклассники, выходцы из богатых семей О своем отношении к этому сложному периоду он впоследствии рассказал в песне «Последний звонок» В 15 лет парень вновь поменял место жительства Переехал в английский город Слау За которым в те времена прочно закрепилась слава одного из центров наркотрафика Британии По воспоминаниям Мирона, среди местных ребят было много чавов, наркоманов и маргиналов Но в этой местной школе у молодого человека остались исключительно приятные воспоминания Именно учительница, преподававшая там историю, заметила потенциал парня и настояла, чтобы он подал заявку в Оксфорд На тот момент самый престижный университет страны казался Мирон чем-то мифически недоступным Среди остальных абитуриентов 2004 года Он, несмотря на неплохую эрудированность и достойный аттестат, казался самому себе неотесанным крестьянином Сказывались неидеальные знания языка, немецкий акцент, отсутствие каких-либо общественных и спортивных достижений Видимо, из-за врожденного упрямства Мирон выбрал факультет английской литературы Специализацию литературы средних веков И все-таки поступил На курсе его окружали коренные англичане из верхушки общества Фейс Ваня Фейс не очень любил школу И жизнь познавал чаще на улицах, чем в учебных классах В школе Дрёмин учился неважно Часто получал двойки и дрался с одноклассниками В какой-то момент Иван и вовсе стал членом уличной банды под названием Аврора За разбой и вымогательство подросток не раз попадал в полицейские участки После окончания местного лицея Иван собирался поступать в вуз Однако не добрал баллов на ЕГЭ для поступления на бюджет У родителей подростка не было достаточно средств на оплату учебы сына Поэтому Дрёмин устроился на работу Довольно скоро Иван решил для себя, что подобная жизнь его не устраивает Решил уволиться и серьезно заняться музыкой Хаски Дмитрий Кузнецов А именно так звучит настоящее имя рэпера Хаски Родился в Улан-Удэ, мультикультурной столице Бурятии Стараниями тети в три года маленький Дима уже умел читать Сначала ему покупали интересные детские издания Позже ребёнок сам начал тянуться к книгам Сделав чтение своей хорошей привычкой Которую впоследствии перенёс во взрослую жизнь Уже как рэпер Хаски Перед поступлением в школу Дмитрий вернулся к матери в Улан-Удэ Учился хорошо, ходил в отличниках В школьный год увлекался чтением классической литературы В 2010 году, удачно сдав ЕГЭ Выпускник решил попытать счастье отправиться покорять Москву На его стороне были начитанности уроки хороших педагогов 16-летний юноша из глубинки сдал экзамены в МГУ И был зачислен на факультет журналистики Бульвар Депо Закончим мы, пожалуй, на этом исполнителе Артём также рос в Уфе И так же, как Фейс, не любил находиться в школе В старших классах Артём увлекался граффити И вместе с приятелями всё время тусовался на городских улицах Поэтому школьная успеваемость, конечно же, хромала Интересовался он и музыкой В юности рэпер входил в состав творческого объединения Never Being Crew Артём рассказывал, что отец пытался привить ему вкус к рок-музыке Ставил песни The Beatles и Pink Floyd Но он так и не проникся классическими хитами И сделал выбор в пользу рэпа Вот такой список Можете ли вы его дополнить? Пишите свои варианты в комментарии Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Всем пока!